Восемь человек арестованы, как минимум двое подозреваемых в терроризме ликвидированы. Таковы официальные итоги операции в парижском пригороде Сен-День. Личности задержанных не раскрываются, однако прокурор Парижа Франсуа Маленс заявил, что среди них нет главных подозреваемых Абдельхамида Абауда и Салаха Абеслама. Личности уничтоженных террористов, застреленного снайпером мужчины и взорвавшей себя женщиной сейчас устанавливаются. Ликвидированная ячейка планировала еще несколько терактов. Целями были парижский аэропорт имени Шарля де Голли и деловой квартал Дефанс. Франция активизировала удары по позициям группировки Исламское государство. Выступая на конгрессе в Версале, президент Франции Франсуа Оланд призвал к созданию нового альянса против ИГИЛ. Этот призыв не остался без внимания в Москве. Через четыре дня после теракта в Париже и после телефонного разговора с Франсуа Оландом президент России Владимир Путин отдал своим военным приказ взаимодействовать с французами, чей авианосец Шарль де Голь направляется в Восточное Средиземноморье. В ближайшее время в район ваших действий подойдет французская группа военно-морская во главе с авианосцем. Нужно установить с французами прямой контакт и работать с ними, как с союзниками. С сентября Россия ведет бомбардировки позиций джихадистов в Сирии, оказывая поддержку президенту Башару Асаду. В среду бомбардировщики Су-34 приступили к нанесению ударов по объектам добычи, переработки и транспортировки нефти террористической организации ИГИЛ. А после подтверждения версии о том, что причиной крушения российского самолета над Синаем 31 октября стал теракт, ответственность за который взяла на себя группировка ИГИЛ, Путин пообещал покарать террористов. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем. Борьбу против ИГИЛ усилила и Турция с июля. Ее истребители бомбят позиции группировки в Сирии. Кроме того, Анкара предоставила свои аэродромы самолетам коалиции во главе с США. А в среду турки и американцы объявили о предстоящем проведении совместной операции, направленной на очистку от боевиков 100-километрового участка у границы Сирии с Турцией. Не остаются в стороне и другие государства, также стремящиеся противостоять джихадистам. После парижских терактов британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что представит парламенту план борьбы против ИГИЛ, предусматривающий авиаудары по территории Сирии. Кастак сообщает, в Кыргызстане для пострадавших от землетрясения жителей организуют палаточный городок. Глава сельского округа Казылсу на онлайн-совещании с министром ЧС попросил 110 палаток. Сегодня туда отправлено 50 палаток. Сегодня же будет построен палаточный городок. Ночью 50 семей будут переселены в эти утепленные зимние палатки. Завтра министр ЧС Кубатбек Боронов посетит места разрушения, знакомится с ситуацией. Дополнительно МЧС позже представит палатки нуждающимся. Напомним, 17 ноября на юге Кыргызстана произошло землетрясение. Сила толчков достигла 7 баллов. И о событиях в стране Кастак сообщает. В Акварде прокомментировали выступление президента Нурсултана Назарбаева по поводу проблемы с подбором кадров в нацкомпаниях. Сегодня по итогам расширенного совещания правительства под председательством главы государства ряд информационных агентств дали новость о том, что президент якобы прокомментировал тему отсутствия у него достойной замены. Эта фраза вырвана из контекста. И на самом деле Нурсултан Абишевич в своей речи обратил внимание на кадровые проблемы на уровне руководителей министерств и ведомств. Такой комментарий пресс-секретаря президента появился на официальной странице Аккорды. Напомним, ранее Назарбаев пошутил, что следующий глава государства будет хуже его. Интерфакс Казахстан сообщает. Генеральные прокуроры Казахстана и России Асхат Даулбаев и Юрий Чайко на встрече в Астане обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего наращивания стратегического партнерства казахстанских и российских прокуроров в условиях единого экономического пространства. Обсуждая перспективы совместной работы, стороны предложили развивать и углублять формы сотрудничества, направленные на противодействие коррупции, экстремизму и терроризму, транснациональной организованной преступности, отмыванию денежных средств, добытых преступным путем, наркотрафику и киберпреступности. Интерфакс Казахстан сообщает. Замминистра иностранных дел Ирана Ибрахим Рахимпур подчеркнул необходимость сотрудничества всех стран в борьбе с терроризмом. Рахимпур, который прибыл в Казахстан для участия в 42-м заседании специальной рабочей группы по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря в своем выступлении на открытие данного заседания, указывая на последние террористические акты, в частности взрыв российского самолета в Египте, теракты в Бейруте и Париже, сказал, что эти события доказали уязвимость всех стран и народов перед осуждаемым явлением как терроризм и напомнила необходимости отстранения от двойных стандартов, разделения терроризма на плохое и хорошее, сотрудничество и согласование мер в борьбе с терроризмом. Мы не допустим, чтобы конфликты и кризис в регионе перекинулись на Каспий, который является морем мира и безопасности. Городским событием в Ак-Тубе состоялось расширенное заседание Республиканского координационного совета руководителей внешкольных организаций, занятых научно-техническим обучением детей в рамках дополнительного образования. Встреча представителей МОН Казахстана, местных государственных управлений, общественных и коммерческих организаций прошла с участием Акима области Бердебека Сапарбаева. Собравшиеся отметили важность развития технического творчества школьников и молодежи, обсудили новые подходы в этом направлении, а также приняли ряд документов и рекомендаций. Обильный снегопад пока не стал причиной ограничения выезда автотранспорта за пределы областного центра. Накануне из Ак-Тубе в различных направлениях выезжали машины, также из России прибывал автотранспорт, в том числе пассажирский. Как отметили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, расположение закрытия трасс от экстренных служб партнеров еще не поступало. Тем временем на улицах города работают снегоуборочные машины, а также тракторы, которые расчищают главные улицы от снега. Отметим, что за содержание дорог областного центра в осенне-зимний период в этом году отвечают 14 подрядных организаций. По всей республике проходит специальная акция против коррупционных правонарушений. При местном департаменте агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции состоялась встреча с представителями актюбинских вузов, целью которой было подписание меморандума о сотрудничестве. Всего в регионе к акту соглашения по противодействию коррупции присоединились 5000 жителей области. Это представители общественных организаций, бизнес-структур, госорганов, предприятий и, наконец, учебных заведений. Как считают инициаторы мероприятия, стойкий иммунитет коррупции у казахстанцев должен вырабатываться, начиная со студенческой скамьи. Теперь за архивной справкой можно приходить в Центры обслуживания населения, либо получить документ через веб-портал, причем совершенно бесплатно. Для этого необходимо лишь предоставить в ЦОНы удостоверение личности. После заполнения специальной формы архивная справка будет изготовлена в течение пяти рабочих дней. Также в ЦОНах теперь можно получить справку о кредитной истории. Ранее для этого граждане обходили немало банков, в которых когда-либо брали займы. Теперь так называемый финансовый паспорт выдают в Центрах обслуживания населения. Время предоставления услуги занимает 20 минут. Первую справку при этом можно получить совершенно бесплатно, но если кредитный отчет запрашивается за календарный год во второй раз, то в таких случаях придется заплатить пошлину в размере 400 тенге. И это все новости к данному часу. Следите за развитием событий вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова